по поводу коммерции и всего остального на сегодняшний день мной записано более 240 часов информации которая абсолютно бесплатно выложена на пяти моих youtube каналах это огромное количество youtube видео лекций где невероятное количество всевозможных наверное и идей и методов и практик и ментальных практик и наверное философских каких-либо умозаключений психологических умозаключений для чего я это делаю но я хочу вам сказать что огромное количество информации дает человеку возможность возможно найти какие-либо подсказки для себя в своей жизни возможно дает человеку возможность где-то может быть увидеть альтернативу своего мировоззрения или того мировоззрения социума в котором он находится почему я решил это делать и почему вдруг в какой-то момент я решил этим заниматься моя история ее многие знают она заключается в том что начнут как бы с конца на сегодняшний день сидя на этом стуле я могу сказать о себе что я очень счастливый человек с чем связано мое счастье она связана с тем что я осознаю что жизнь прекрасна несмотря на войну несмотря на ситуации которые происходят в этом мире несмотря ни на что я каждый день нахожу возможности несмотря ни на что испытывать состояние счастья и радости от того что я проживаю на планете земля и от того что у меня есть чудесная возможность ощутить что такое жизнь и что такое бог у меня прекрасная семья моя любимая жена которую я выбирал осознанно огромное количество детей ну и пять детей и я думаю что это пока еще не конец или где думаю что со временем появятся еще дети у меня великолепный бизнес я сам построил завод занимаюсь изготовлением пищевых добавок биологически активных добавок есть еще виды бизнеса все виды моего бизнеса успешны я состоялся как человек также могу сказать что за моей спиной есть перенесенное заболевание это заболевание онкологическое и на сегодняшний день я могу сказать что все находится в форме такой латентной и можно сказать что это еще один шанс для моей жизни за моей спиной еще есть разбитая машина большое количество долгов огромное количество неприятностей бесконечные обиды на мою семью бесконечные обиды на весь мир который существует и очень тяжелое наверное и детство и средний возраст как в общем-то и у большинства людей которые родились в семидесятых годах и которые прошли то что называется перестройка советский союз развал и новое там строительство чего-то непонятно чего проживание в том мире где ты никому не нужен и так далее где образование не дает никаких результатов где результаты не связаны с образованием где самые там какие-то становятся самыми какими-то и где в общем то все запутано где стога огромные слились в окопы длинные и так далее как пел владимир высоцкий тем не менее хочу сказать что в какой-то момент я оказался на но в таком положении уже занимаясь бизнесом и имея уже за спиной по моему мнению огромный опыт как считают любые молодые люди я столкнулся с болезнью столкнулся с потерей бизнеса столкнулся с огромными разочарованиями в жизни и был один определенный момент когда до этого я уже читал мантры был таким человеком я так считаю что был человеком который занимался духовными практиками и йогой и в церковь ходил и знаком с доктринами которые связаны с религией всевозможные причем это мне приносило радость но столкнулся я с колоссальной неудачей с колоссальным разочарованием я помню этот день когда я начал говорить о том что пусть сегодняшнего дня когда я все потеряла когда появились эти проблемы когда я чувствую себя плохо пусть те мантры которые я знаю помогут мне это было три мантры это сядат хида на джинни грини сарварта садхани шишиналага шимана наша сетянту мантра падай сваха это мантра денег видям дыхи махешвори самастамат хидам дыхи дыхими парами швари это тоже для денег ну и так далее то есть я начинал читать эти мантры это было вечером я чувствовал себя очень плохо у меня был первый курс химиотерапии я находился в помещении которое мне не принадлежало спал на стульях за спиной был долг в 500 тысяч долларов и несколько турецких друзей и вместе с моим бывшим партнером и бывшей партнершей искали меня для того чтобы наказать и я могу сказать что с этого момента я себе поклялся что в случае если то эзотерика это мировоззрение которое я раньше отвергал мне помогут то в дальнейшем я буду читать лекции и буду в дальнейшем нести в свет те идеи которые изменят мою судьбу перед вами нахожусь сегодня я тот человек который изменил себе свою судьбу